Половцы, кипчики, кипчики, куманы – это русское наименование в основном монголоидного теркоязычного народа, пришедшего около XI века из-за Волжьев при Черноморские степи. Основным занятием половцев было кочевое скотоводство. К XII веку у половцев начинают выделяться отдельные ремесленные специальности – кузнеца, меховщика, сапожника, сидельника, лучника, портного. Жили половцы в юртах. Зимой устраивали стоянки на берегах рек. Половцы верили в добрых и злых духов. Умершим ставили памятники, каменные статуи. В XI веке половцы находились на стадии разложения первобытнородового строя и образования классового, феодального общества. У них уже вычленялись отдельные семьи, главы которых назывались беями. Семьи объединялись в роды, возглавлявшиеся беками. Роды объединялись в орды, во главе которых стояли салтаны. Несколько орд образовывали племя. Племенами управляли ханы. У половцев существовало право кровной мести. Важную роль в их жизни, как и других кочевников, играли грабительские войны. Войско половцев состояло из легкой и тяжелой конницы и отличалось большой подвижностью. В сражениях принимали участие и женщины. В 1054 году половцы впервые столкнулись с русскими. Многократно нападали на русские земли, нанося тяжелые поражения войскам киевских князей в 1068, 1092, 1093, 1096 годах. Половцы совершали походы и на Венгрию и Византию. В 1091 году они помогли византийскому императору Алексею Комнину разгромить печенегов в долине реки Гебр. В начале 12 века киевским князьям Святополку Изиславичу и Владимиру Мономаху удалось организовать ряд победоносных походов против половцев, в результате которых в Подоне осталось кочевать только небольшая орда Ханна Сарчака. Его брат-отрок с племенами половцев ушел на Кавказ грузинскому царю Давиду Строителю. Половцы были использованы Грузией для борьбы против терок-сельджуков. Поход части половцев на Болгарию, Волгско-Камскую в 1117 году успеха не имел. После смерти Владимира Мономаха происходит объединение половцев на Дону. Многие русские князья женились на знатных половчанках, поселяли половцев в пределах Руси, давали им города и использовали их как военную силу. В конце XII века натиск половцев на Русь вновь усиливается. Однако походы войск русских князей подорвали силы половцев. В 1223 году половцы были дважды разгромлены монголами на Северном Кавказе и в битве на реке Калки, где половцы были союзниками русских князей. В результате монголо-татарского нашествия часть половцев вошла в состав Золотой Арты. Другая часть переселилась в Венгрию, где кочевникам предоставили места для поселения и они были приняты на военную службу. Борьба русского народа с половцами отражена в летописях и в слове о полку Игореве.